Давай-давай, да давай я поймаю, давай. Бразильская система. Евгений Петрович уже не тот, уже не тот, уже 45 на носу. Женя, Финк какой-нибудь покажи, Финк покажи. Женя, Финк какой-нибудь сделай. Баку будет играть сразу, уже четвертый, опять играют они. Да ну, не может такого быть. Четвертый, это у них последний матч. Но если они выиграют, мне кажется, они могут стать даже первым, да? Где я сейчас выиграю, у них три победы. Подождите, у Баку уже две победы и одно поражение? Да. А если они выиграют, у них будет три победы. Это хорошая заявка на чемпионство. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Я Хуйков, мне вновь помогает. Фарид Мамедов. Фарид Мамедов. Уже какой матч мы с вами поменкируем? Фарид, наверное, матч 50-й уже с 50-й счетом. И у нас встречается на турнире, посвященном Дню защитника Отечества. Это такие номинальные лидеры, у которых всего лишь по одному поражению. Команда Регион 66 в красно-черной форме, Урадец. И команда Баку-Сити в салатовых манишках. У них под ними форма синяя, но они что-то вратарям и с ними. Вот у них такая форма у всех. Азербуржанская форма. Синяя форма, да? То есть это традиционный, да, цвет? Да. Азербуржан? Нет, это форма Карабаха, которая... Кого-кого? Карабах, лошади такие. Они играли в отборы в Лига чемпионов, в третьем туре проиграли. Карабаха, да, правильно? Карабах. Карабаха. 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 И матч! Значит, у нас очень динамично. Потому что случаются два лидера по одному поражению. Но я точно не знаю, может у них даже у Регион 66 уже две поражения. Нет, нет, две победы. Они же первые проиграли локомотивы. выгодил локомотива выиграли, выиграли потому что мы уже разучили, что они лидеры и раз у них поражение удалось поучаствовать в комбинации, надеюсь, нас станет голевой недавно комментировал кубок УЗ у нас на выборке там также сыгрался аута и снова голевая Женя, это я все сделал так что ассист на меня записывал помог, можно сказать, родному Уральцу выйти вперед а что, гол не засчитал? нет, это когда они разыграли он неправильно разыграл правильно разыграли, да? не, неправильно неправильно? ну, пас вперед отдал и они ударили там заделался, да тренер Фаридас, 19 номер, Николай Ислав будете немного затренировать? да да и у них зимой вроде просто, зимой тоже они играли когда ну, у них там групповые вроде тоже так же, вот регион, Паку, да? нет нет там Василий там либо за голянку вроде а, то есть ага, ага его забрали там он играл там как сыграли? ну, я не помню точно но Василий забивал много голов у него надежды были так вот за них играли да Василий играл за них ага такой игрок нужен каждому клубу да все-таки такое усиление в мини-футболе в большой футболе действует отлично да даже в большой футболе он играет интересно, где он тренировался чтобы достигнуть в такой мастерства он этот он только в 90-х приехал сюда то есть в Азербайджане, да? он в Азербайджане там в Силе он и играл даже в Силе а в Силе это же в деревне? да, в деревне то есть в трудных условиях да он постоянно ну, как он рассказывал каждый день они ночь уходили с ребятами и играли чтобы пустичь молодым игроком сдать одним из топовым игроком уже в ТГИДе да, когда говорили он молодой был вообще невозможно было поймать он такой, а сейчас и сейчас невозможно что он творил ну, в Азербайджане там вообще не понятно что он творил почему он мне кажется в бацилуне непонятно да ну, еще не поздно какая-нибудь ветеранская бацилу мне кажется его возьмет только так сейчас мы видео им прошлем везде мне кажется завтра уже поставил предложение в Баку нужно это победа вообще ну и ребёнок это практически матч за первое место мы с вами комментируем в Париже так что топовый матч 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 дэй вот так 3 в 2 3 в 2 идет 3 в 2 2 в 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 5 2 5 6 4 6 6 6 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 10 9 12 12 13 20 20 Ух ты! Пока мы там снимали легенду уральца. Второй мяч забивает Семёнов с передачи Евгения Петровича, по-моему, да? Да. Которому подразумяли перед игрой, потренировали, и вот сразу начал забивать. Здесь Семёнов не прыгает. Левая нога. Очень сосредоточен Вассеев. Очень хочется отличиться и в этом матче. Тем более в компринципальном. Тут гол на вес золота. Вот два ваннало. Питача Брата. Всё классно делает. Вассеев, но переграть голокипер не удалось. Мочка удара. Ещё один мимо. Передачи не хватило, да? Ещё одно, мне кажется. Надо больше говорить пас к боку, чтоб Ирина Каушев замысить мяч в ворота. И Юй обыгрывает? Нет. Николай Висков подкакивает. Всё-таки не даёт развить атаку. Хороший пас. Каркас работает с Семёнов. Каркас разворачивается. Пытался вывести 1 на 1 Евгений Карпенко. Евгений даже уже не возвращается. Подустам, подустам. Один из лидеров региона. Пасев вы говорите. Третий мяч Дмитрия Палки. Комбинация с углового. Третий номер делает счёт 3-0. До конца первого тайма остаётся где-то минуты две. Ожидали вот такой дебют Фарид. Удачный от региона. Неожиданно. У меня тоже так вроде. Поймал свою игру. Команда Баку обыграла 7-3. Диско, который региона не смог обыграть. И тут вот буквально три голова. В первом тайме уже пропускает. Ну, регион опять забыл свою голову. Стандарты хорошо используют, да? Да. Удар головой. Голоки перед выручает и снова тащит. Отлично действует. Спасибо. Ну, как так? Я думал, у меня ещё девятки будет. Да. В последний момент я помешал. Помешал. Паутинка порвалась. Девяточку мяч не делал. Ох ты! Не удаётся перебирать головой. Хотя месяц забивал так в Лиге Чемпионов. Как раз Манчестеру я помню. Если вы смотрели финал Лиги Чемпионов. Именно головой так. Ох ты! С удовольствием. Матюши действует. Наталья Сергей Ваданян. Загидушка на Евгения Карпенко. Пас на Дмитрия. Пас на разворот. Кабинет налево. Семёнов. 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 Мама. А по другой линии. Семёнов. джану может видели, а он хотел, ну, хотели его депутатам поставить тоже, да? он тоже футболист? ну, там, дядя, смотри, смотри ну, все, все, все понятно другого, все, дядя у вас и спортсмены, и в политике, да? унициального унициального сми у меня даже папа играл в Украине они тоже на восклицах стали даже в Украине успел поиграть, да? да, он учился там, он играл удар от вратаря ну, в атаку, в атаку уже все пошли по висите и у них создаются проблемы в обороне за счет этого потому что нужно отыгрывать все, где привычно идти ва-банк удар взлету красиво все действовало внутри палки да, заблокировали вот, мне кажется, что скоро папа-то ваш и выйдет размирается приходит Баку уже четвертая игра, да? да, две победы, одно поражение последняя игра ну и для региона уже это последняя у региона же тоже последняя две победы одно поражение четвертая игра, то есть В этом противостоянии определяется чемпионом, но теоретически кто еще может стать чемпионом. В Локомотив две игры поиграл, уже нет. Ветераны две победы, одну поиграли. Тоже много ветеранов еще диско теоретически могут стать чемпионами. А еще пятая команда какая у нас, но они проиграли уже все свои матчи по-моему, три поражения, так что они уже в любом случае в призовые места не входят. Они даже вроде ушли, еще что-то не было. Возможно даже, да, у них осталась последняя игра с кем? С кем у них последняя игра осталась? В Локомотив. Возможно они уже даже решили, что, ну подустали уже, сказали, что три поражения, уже две медали не борются, да? Наверное. Покинуть турнир. А у Локомотива уже специально. Как раз две игры поиграли. Два поражения, да? У Локомотива multeta! У Локомотива? А, у Локомотива, значит одна победа или два поражения. У Локомотива два поражения, они региона проиграли и ветеранам. Да, то есть у них одна, а кого-то волковник ждет, то есть у них уже два поражения. С вагонку? С вагонку никогда. Мы немного запутались, мы походу в турниру разберемся, я думаю. Прикошет. Мяч ворокса не залетает. Классный удар был в касание. Техника поставлена в угол кипера. Попустите. Николай Веселов после ворота и... Фантастика! Ну что не сделать, чтобы понадобить своего ученика. Николай Веселов все делает для Фарида. Забивает гол красавец от шланги, сдания, дистанции. Похоже, его завтра в Барселону, ветеранскую Барселону тоже пригласят, посмотрев наше видео. Делал Месси и это... Ну, не езко, не езко, не езко. Садило. 4-0 уже у нас в то время. Что-то Баку вроде подустали, а Василь тоже уже... Ну, в одиночку все-таки, да. Сложно тянуть команду. Он уже подустал. Так сегодня сделал очень многое. В этом матче надежно. Ни одного пропущенного мяча пока что. Без шансов. Юбильяр забивает дядя. Он уже вроде третий гол был. В этом. В этом гниле третий. Ну... Поздравляем вас с этим хорошим результатом. Гол престижный забит 4-1. Ну, где один гол, то, может, последок на Куражей следующее. Ждёмся каким-то триглом матча, чтобы Баку как можно больше забило мячей. Попыталась сделать суперкомбок 4-0. Был от кого стоять в футбол? 4-1. Ну, один-то гол забили, кто знает, 3. А что? 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. Ух ты! Удар прямо. Ну, если они разогреют вообще. Винтелляцию. Ну, времени всё меньше и меньше. 4 ещё осталось. Месси. Комбинация. Скидка такая. ДНС даже. Полетел болельщик. А покрали ворота. В доме хотел забить. Олег не получилось. Николай Силов ложится под мощнейший удар в подкате и блокирует. Портай выручает. Ай-яй-яй-яй. К откусам красное действие против Месси. Тут уже не ест, а... Месси. Передача. И... Блочко. Месси подустал. Ну, в любом случае, на золотую ботс этого нужна игра в турнирах. По количеству мячей. Комбинация в стенку, классно все делают в боку. Куда ближний угол, мимо. Да, уже торцовочка идет у нас с матча. На золотой ботс. Да, у нас нацепка 10 мм палки. И в пустой угол не попадает Семенов. Эмоции у нас чуть-чуть даже в комментариях не доставались и операторам. Желтая каточка. Эмоциональное у вас деле. Он всегда так. Он всегда так. Всегда. А, и дальний свободный был. Он подумал, что ему в руки попало, но это в лицо попало. И у нас вторая желтая, по-моему, на турнире. Пас Васева, ну Васев пошел меняться в этот момент. Мяч припати региону. Все заснято. Все спорные моменты потом посмотрим, обсудим. Возможно, даже студии наши. Мы недавно запустили виртуальную студию. В прямом эфире. Ведем стримы и комментируем. Ну, в субботу есть. С другом. Два уже стрима провели. Ох ты! Счет. 5-2. 5-2, да. Все верно. Забивает. Почему-то 4. 4-2, да. Забил на последней минуте матча. Кто? Дима. Дима. Дима, Дмитрий отличился. И на этом встрече завершается регион. Одержит третью победу. Это очень хорошая заявка. Да. На чемпионство, если ветераны не выиграют последний свой матч. То есть... А там по голам, наверное, будут смотреть? Нет. По личным встречам. А ветераны обыграли регион. Если ветераны выиграют, то ветераны занимают первое место в этом матче. Да. Я там срываю. Да. Да, да, да. Игорь. Три победы. Ладно, я заеду. Подожди, подожди. Сфоткаемся на память. Итак, комитил этот матч. Я Худьков. И Флорит. Спасибо за внимание. До свидания. И удачи. Продолжение следует.